Добрый день, с вами Империя Пикчер и сегодня покажу вам как рисовать менеджера маркерами. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Рисовать мы будем в нашем потрясном скетчбуке от Империя Пикчер. У нас есть вот такая непромокайка для маркеров в каждом скетчбуке, которым можно подложить под листочек, чтобы у нас ничего не отпечатывалось. Берем карандашик мягкости Б и намечаем на силуэт менеджера формате листа. Голова будет довольно крупной, прямоугольной, такой немного трапециевидной формы. Тело тоже будет в виде трапеции, немного перевернутой. Далее добавляем ноги. Сделаем небольшой изгиб в правую сторону. Пририсуем руки согнутые в локтях. С одной и с другой стороны. Так вот аккуратненько прорисуем рукавчик и ручку поставим на бедро, прорисуем пальчики на кисти. Затем мы намечаем плечики. Здесь же без шейки мы будем прорисовывать голову, намечаясь с подбородка. Делаем его в виде такого треугольничка. Затем немножечко закругляем края сбоку. Далее опять выводим линию наверх и прорисовываем волосы. Также намечаем ушки в месте прогиба как раз таки. Делаем между ними соединительную линию между ушками и и прорисовываем носик посерединке. Добавляем убыбочку, ротик. Вот так вот губки наметим сверху и снизу. Далее прорисуем очки в виде таких вот прямоугольничков. И намечаем глазки. Зрачки глаз. Далее добавляем бровки. Довольно густые. У носика обязательно прорисуем по краям ноздрики. Затем нужно прорисовать детали на одежде. Намечаем воротничок и галстук. Необходимый атрибут офисной жизни. Снизу добавляем ремешок с бляшкой и прорисовываем штанцы, немного их расширяя к низу. Вторую ножку тоже. Снизу мы намечаем ботиночки и добавляем подошву. Левый ботиночек будет развернут к нам боком, поэтому там мы можем показать пяточку, каблучок. Правый ботиночек будет на нас повернут, поэтому нам будет виден только носик. Прорисовали рукавчики, пуговки на рукавах. Уточнили линию волосиков. Ну и в принципе наш рисунок практически готов. Можно немножечко вот тут вот увеличить верхнюю часть волос и добавить локоны. Заодно приподнять лоб и сделать его подлиннее, пошире. Большой лобик. Чем-то напоминает Джейми Нейтрона. Переносицу на очках добавили тоже. И готово. Берем черный линер и начинаем аккуратненько обводить карандашный контур этим черным линером. При этом за краешки стараемся не выходить. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. И там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите и обучайтесь вместе с нами. А праву очков и за очки глаз, также реснички мы можем немного посильнее ввести линером, чтобы они были более четкими и толстенькими. Далее просто карандашик стираем ластиком и приступаем к работе цветом. Для начала мы будем использовать светло-бежевый оттеночек. Возьмем цвет номер 136, закрашиваем аккуратненько ручки и лицо. Далее более темным оттенком номер 140 я прорисую тени. Например, под волосами. Далее на ушках. Они будут более темные именно внутри. На носике с левой стороны. Затем на щечки. В нижней челюсти тоже добавим тень. И на руках, на пальчиках и возле рубашки. Затем оттенком номер 136 я пройдусь по контуру 140 цвета, чтобы смягчить переходы. Они будут более мягкими и спокойными. Далее возьму оттеночек номер 7. Закрашу губки. Добавлю такие вот уголки темненькие черным линером и с левой стороны подрисую небольшую ямочку. Коричневым цветом номер 92 мы сделаем бровки и используем этот же цвет для ботиночек. Для верхней части. А вот для подошвы мы можем использовать более темный оттенок. Давайте заодно мы сделаем и каштановые волосы этим же цветом. Аккуратненько проходясь по краю. Затем заштриховывая к центру. Уже более можно ускоряться. Тогда будет у нас все аккуратненько. Главное не ускоряться у краев. Там нужно быть особенно внимательным. А вот оттенком номер 98. Это более темный у меня коричневый цвет. Я сделаю подошву и добавлю немножечко темных прядей на волосы. Например, на висках и нижней части бровей. А также вот здесь вот тоже снизу на волосиках можно добавить тень. И вот здесь вот разделить две прядки тенью. Теперь возьмем оттеночек серого номер WG9 и закрасим наш галстучек. Аккуратненько. Оттенком номер 72 мы сделаем брючки. Закрашиваем их сплошняком полностью. И затем тоже добавим объема с помощью теней. Более темным оттенком синего. Например, 69 цветом. Им же можем сделать ремень на штанах. И далее использовать в тенях по правой стороне. На одной штанине и на другой. Также в зоне паха тоже можно обозначить тень. Цветом номер WG1 сделаем тени на рубашке. На левой руке с левой стороны в месте, где она соприкасается с грудью, с животом. Далее на правой стороне тоже ручку снизу. Под воротничком можем добавить тени. Под подбородком и на бляшке ремня. Далее оттенком номер WG05 я делаю плавные переходы. Этот оттенок серого практически белый. Он очень светленький. Когда подсохнет, особенно это будет видно. Теперь нам остается добавить детали с помощью белой ручки. Для этого мы обозначим блики на свету. В виде таких точечек и полосочек. Можем их добавить на ремни, на ботинках, брюках, галстуки, предки волос прорисовать, бровки. И вот такой менеджер маркер имена с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в инстаграм. Мы с удовольствием их посмотрим и публикуем у нас на странице. Ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео. И я вам напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. Смотрите, какая крутая у него обложка. Найти это и другие варианты не менее потрясных обложек вы можете в нашем магазине на Валбрис Империя Пикчер по ссылке в описании. И на этом я обращаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий, подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!